ТОП-5 лучших фильмов о летчиках и авиации За последнее время снято немало фильмов, посвященных авиации как гражданской, так и военной. Эта тема продолжает интересовать сценаристов и режиссеров. И это неудивительно, сочетание героизма, отваги и зачастую трагизма всегда будоражат и не оставляют равнодушными. Некоторые бессмертные картины, снятые в конце прошлого века, стали классикой жанра и ничем не уступают современным, насыщенным спецэффектами фильмам. Такого рода кино требует огромного объема работы, ведь с потолка все нюансы о тонкостях сферы авиации не снимешь. Тщательно подбирается актерский состав и проводится исследовательская деятельность. Высокого результата достигают немногие, но лучшие могут оценить не только эксперты кино и искусства, но и мы, простые зрители. Итак, вашему вниманию представлены лучшие художественные фильмы, посвященные авиации. Экипаж Захватывающая картина 2012 года об экстремальной ситуации, в которой оказался пилот самолета Уильям Уитакер. После достаточного количества выпитого алкоголя и принятия наркотических препаратов, пилот совершает рейс. Из-за некоторых технических неполадок, борт становится неуправляемым, главный герой оказывается в сложном положении. В его руках десятки жизней, включая его собственную. Пилот справляется с поставленной задачей и совершает аварийную посадку. Однако на этой счастливой ноте история не заканчивается. После обнаружения в крови пилота запрещенных препаратов, ему грозит пожизненное заключение, а вовсе не награды и почет. Продюсеры говорят, что самолет в фильме представляет собой смесь из нескольких существующих коммерческих авиалайнеров, чтобы в фильме невозможно было идентифицировать какой-то конкретный самолет или авиакомпанию. Авиатор Режиссеру Мартину Скорсезе удивительно точно удалось передать настроение тех времен. Фильм повествует о жизни Говарда Хьюза, сына богатого промышленника. Хьюз посвящает свою жизнь техническим исследованиям и разработкам. Параллельно изобретатель работает над дорогостоящим фильмом об истребителях времен Первой мировой войны. Несмотря на возникшие трудности с финансированием картины, ее прокат оказывается более чем успешным. Хьюз продолжает свою деятельность по строительству самолетов. С началом Второй мировой войны Говарду поступает важный заказ от Министерства обороны США на разработку самолета-разведчика. Однако результаты кропотливой работы так и не получили применения. Роль главного героя сыграл Леонардо Ди Каприо. Ему удалось точно передать образ Говарда Хьюза, его характер, эмоции и даже состояние тяжелого заболевания. Мартин Скорсезе заставил Кейт Бланшетт посмотреть все 15 фильмов с участием Кэтрин Хэбберн, чтобы передать характер и манеры актрисы как можно точнее. Рейс 93 Фильм, посвященный трагическим событиям 11 сентября 2001 года в США. История ведется о четвертом самолете, который был угнан террористами. Борт рейса 93 следует из Нью-Джерси, но приземлиться в Сан-Франциско ему так и не суждено. Во время захвата самолета каждый из пассажиров по-своему реагирует на происходящее. Кто-то цепенеет от ужаса, а кто-то впадает в истерику. Фильм будто бы переносит зрителя в тот злополучный момент. Через актерскую игру передаются ужас и неизбежность страшного конца, эмоции, которые царили на борту. Атака на Пёрл-Харбор Художественный фильм «Атака на Пёрл-Харбор» – фильм, раскрывающий трагические страницы истории Второй мировой войны. «Пёрл-Харбор» – это операция по устранению контроля ВВС и ВМФ США с территории Тихого океана. Япония нанесла удар по авиационному транспорту, лучшим кораблям и подводным лодкам страны. Несколько тысяч мирных жителей было убито в течение японской операции. Был нанесен неоценимый ущерб. Это событие послужило объявлению начала военных действий со стороны США. В картине ярко раскрывается образ адмирала Ямамото, командующего императорским флотом. Именно ему принадлежит разработка операции «Пёрл-Харбор». Эти действия были вынужденными, потому как сам адмирал в первую очередь был против войны США. Воздушная тюрьма Захватывающая картина, действие которой происходит на борту самолета «Кон-Эйр» – специальной службы судебных приставов по переводу преступников из одной тюрьмы в другую. Среди заключенных оказывается Кэмерон По, осужденный за убийство в драке, когда тот пытался заступиться за поруганную честь своей супруги. Главный герой освобожден и спешит увидеть жену и маленькую дочь. Ввиду сложившихся обстоятельств Кэмерон оказывается вовлеченным в новое преступление, принимает участие в угоне самолета, который учинил рецидивист Сайрус Грисом. В роли главного героя выступил неподражаемый Николас Кейдж. Ему удается воплотить в себе образ бесстрашного бойца и любящего семьянина. Все приведенные фильмы получили высокую оценку киносообщества, что поддерживают многочисленные номинации на Оскар. Захватывающие дух, будоражащие воображение, они станут лучшими в вашей киноколлекции. Приятного просмотра!